это центр города хардфорда столица штата коннектик в общем то здесь достаточно симпатично ничего выдающегося потому что практически все города новой англии выглядят вот так даунтауны у них неплохие есть исторические башенки весьма живописные но к сожалению здесь мало всего население зданий и так далее и остановиться очень дорого это кстати перед вами старый капитолий хардфорда old state house хочу отметить что в городах новой англии и даже в бостоне лично я не получаю какого-то исторического удовольствия как я например получаю в городах мэрилинда особенно в анаполисе и поэтому мне всегда было странно когда люди расхваливают их с исторической точки зрения но здесь да есть историческая застройка конечно но нет атмосферы в центре города хардфорда мы наблюдаем вот такую застройку интересную всем нам знакомую да к сожалению практически везде эти здания портят исторический вид а сейчас камера плавно переезжает к художественному музею американского искусства хардфорда он знаменит тем что считается первым открывшимся государственным музеем в сша и открылся он насколько я помню аж в 1833 году но поскольку это музей именно американского искусства не ждите там шика европейского а я вам продолжаю снимать панораму кстати в соединенных штатах очень часто на ступеньках церкви сидят homeless бездомные как и здесь да кстати люди вокруг не наполняют меня благоговением очень странно что здесь все так дорого в этом в даунтауне а публика в основном не особо респектабельная вас окруженную парк вот как он выглядит вообще англия славится своими парками красивыми парковой традиции соответственно в новую англию они это отчасти привнесли как я чувствую этот город ну именно даунтаун никак потому что в основном хардфорд это сабербия то есть маленький маленький центр и даунтаун не вызывает какого-то впечатления полноценного города или центра этого города потому что в основном это конечно сабербия там мы видим историческое здание которое здесь осталось с далеких-далеких времен в общем даунтаун является историческим центром это однозначно вот такие интересные врата в английском стиле перед вами одно из самых живописных зданий города хардфорда а именно капитолий штата коннектикут где сейчас располагается офис губернатора штата и где проводятся экскурсии поэтому достаточно историческому зданию но это не первый капитолий штата первые более старый мы вам уже показывали он был менее помпезным панорама и как вы видите все в облаках потому что в принципе летом здесь очень сильные дожди а зимой здесь холодно и в принципе можно представить что такое помпезное здание стоит на фоне заснеженного поля и деревьев без листвы то есть представьте себе какое интересное зрелище перед вами откроется как будто бы какой-то средневековый замок на холме видите он стоит на холме а вокруг будет лежать снег голые деревья открытые пространства это конечно будет чарующий вид который будет нас отправлять прямиком в прошлое когда были рыцари там какой-нибудь король артур и так далее я думаю на это и делался упор когда строилась это здание на фоне этих зданий давайте поговорим о людях о нашем соприкосновении с людьми которые живут в Нью-Ингланд мы также посещали провиденс и в принципе в своих стримах я много раз говорил что люди в Нью-Ингланд не плохие но с чем это связано это связано с их в принципе закрытостью толерантностью они держат дистанцию в принципе это будет не как во флориде да какое-то панибратство и так далее как это бывает у латиносов и так далее то есть они очень friendly очень четко держит дистанцию вам ничего плохого не скажут в лицо всегда будут улыбаться всегда будут приятными в общении но палец в рот не клади это те люди которые пойдут в суд и будут с вами судиться на полном полном серьезе так теперь я попробую вставить свои три пенни о людях из Новой Англии мне даже размышляя о них пришло в голову сразу три интернет мем для них очень странно если когда они какую-то ситуацию спустили на на тормоза один раз а тебе этого не хватает чтобы отстать и больше никогда не вспоминать и соответственно первый мем это когда сидит мужик в непонятном состоянии и говорит I don't know а потом когда у него еще раз спрашивают уже по-русски говорит от ну и если ты после этого не отъявываешься пардон для них это так неожиданно и неприятно в общем если ты спросил что то тебе не ответили то это значит отъебись вода в общем что хотелось бы сказать есть такая пословица в тихом болоте все черти водятся вот это вот new england это похоже на тихое болото но здесь и нужно быть начеку настороже как говорится тихом болоте все черти водятся вот такая красота true английский вид мы видим в самом центре стоят под разбитые дома их очень много принципе даунтаун хардфорда небольшой и но есть такие небольшие дефекты даже здесь и что-то мне подсказывает что после наступления темноты мне бы не хотелось здесь появляться несмотря опять же как я упоминал что остановиться в даунтауне хардфорда очень дорого мы натыкаемся на такое заведение которое называется the russian lady можно перевести как русская царица но с монголоидными чертами лица как вы видите монголоидными так нас представляют в принципе здесь но а справа масонский храм до эти масонские символы виде циркуля солнца глаза всевидящего ока это тоже историческая часть этого города то есть очень очень интересно конечно ты идешь с одной стороны вот такие вот какие-то массивы я даже не могу это назвать домом массивом жилым массивом каким-то странным как вы видите что здесь вообще не понятно а с другой стороны притулился исторический дом ну кстати в настоящей англии великобритании похожие проблемы с архитектурой ну и конечно куда без набережной вы перед собой видите реку коннектикут собственно как и называется этот штат и лично меня очень удивило что на противоположном берегу реки нет почти ничего он не освоен да вот вы видите там уже город как будто бы заканчивается вот такой местный бомонд так выглядят хардфордские девушки но ничего так симпатично и в принципе здесь у них фестиваль какой-то чего-то здесь атлетик тренинг гнут изгибают девчонки там что-то кидают вот другой стороны здесь вот пиццей кормят подгоревший здесь еще во что-то играют в общем вот так проводят здесь время проводят здесь выходные и как вы заметили на эту немногочисленную тусовку целых два охранника вот один то ли полицейский то ли кто и там вот еще с рацией тоже стоит в такой серый май майки когда мы посещали канаду конечно там очень трудно увидеть какую-то полицию или еще кого-то все отдыхают всем доверяют чем и отличаются соединенные штаты от других каких-то городов а здесь вам показывают такую вещь там в общем как бы все это нагревается но без огня там какое-то желе внутри вот какое-то желе внутри и типа для для походов в общем да по сути здесь выдают знаменитый сморс за бесплатно его можно поджарить на этом не очень сухом горючим и собственно вставить в печенье с шоколадкой мне лично не нравится этот вкус в итоге Максим съела свою мою правильно дети любят шоколад вот видите как он подгорает а огня как бы нет то есть такой безопасный способ приготовления их любимого блюда кстати здесь есть возможность посмотреть как высоко поднималась вода вот вы видите эту реку здесь посмотрите вот есть отметки вот 1955 год 1938 1936 то есть представляете себе в 1936 году насколько мощно поднималась эта река насколько она сейчас обмелела то есть вот я опускаю вы видите сейчас река вот там у нас вон зеленая зацветающая так что не только в России все это происходит вы скажете ну а вдруг она снова поднимется но вы видите на другом берегу дома стоят практически на уровне этих отметок вот такая ситуация вот как они тусят я такое только в кино видел то есть езжаются на машинах устанавливают столики столы и пошло пати в общем здесь они общаются разговаривают как вы видите никакой сцены нет ничего нет в принципе вот так такой отдых в городе Харкфорде люди есть помоложе и постарше тоже да все это недалеко от центра города вот вы видите центр города и большая большая парковка кстати они даже по моему барбекю где-то устанавливают такой вот отдых странный одним словом крутое тусе да местные девчонки все как надо деревня Хартфорд сразу же бензоколонка чтобы можно было подзаправиться вот перед вами и вот люди кушают все вот оно барбекю все как надо выезд в свет да в принципе паркинг здесь вот вы видите 20 долларов стоит для Хартфорда это большие деньги вот видите он завлекает машины туда в общем вот такая ситуация друзья будете жить в одном из таких городочков тоже будете приезжать сюда отдыхать кстати это называется ивент паркинг стоимость 20 баксов вот видите там объявление и как я вам и говорил в принципе полиция тут как тут то есть без нее не обойдется вот видите все эти машины едут на этот ивент и едут и едут и едут и едут вот такая мощная туса потому что у всех людей здесь машины они живут в машинах едят в машинах на работу ездят то есть крутое тусе вот вам местная городская живность сурок ну а для тех кому не нравится ивент паркинг пати для тех путь на стадион с другой стороны мы видим пати тоже такое в основном афроамериканцы урбан стайл я бы сказал да здесь вот как раз они подходят туда вот в общем все на любой вкус и цвет скажем так хотите парковку хотите спорт хотите урбан спорт скейты да приходите сюда здесь стадион с другой стороны на скейтах катаются с третьей стороны барбекю на парковке и так далее сейчас мы вам покажем как живут здесь в этих субербиях то есть здесь комплексы жилые комплексы как они выглядят в принципе все вокруг даунтауна в принципе так и выглядит сейчас мы выйдем вы видите как будто бы как парк такой вот они пошли эти дома вот и в этих домах как бы такие квартиры в них люди и живут то есть одно одноэтажные двухэтажные домики квартиры поселения кое-где есть бассейны на комьюнити кое-где присутствуют спортзалы да вот вы видите и вот так вот на многие на многие километры на многие километры вот такая застройка где-то обычно в двух трех километрах там какой-нибудь мол куда они ездят за продуктами питания специально снимаю чтобы у вас было представление небольшое домик и вот как это выглядит вблизи вот вы видите такие домики и здесь живет два три четыре хозяина в принципе в этих комплексах мы тоже остановились в одном из таких домиков в принципе очень комфортно но единственное что на первом этаже и над нами живут люди которые постоянно топочет вот и если вы посмотрите сейчас я вот отойду я вам покажу вот в принципе вот они эти дома вдоль дороги будут так идти 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 на многие-многие-многие километры это агломерация от города Хартфорда но вот пригород называется уже Нью-Бритэн Новой Британией